Работа съезда пройдет по пяти направлениям – политика и право, язык и образование, культура и средства массовой информации, экология и здравоохранение, межрегиональные и международные этнокультурные связи. Глава республики высоко оценил такое мероприятие, отметив, что оно способствует развитию межнациональных отношений и сохранению своей самобытности. Каждая из финногорских территорий России имеет свой опыт в сохранении национальных традиций. Сергей Катанандов обратил внимание на необходимость использования в Карелии накопленного опыта по сохранению языка и культуры. Но то, что мы все равно должны этим заниматься и к этому относиться серьезно, никаких сомнений нет. Это очевидно. Тут такой большой спектр позитивных вещей, когда ты сохраняешь финногорскую культуру, если говорить о Карелии, и сохраняешь образ жизни, и историю, и все остальное. Для всех. Это не только для представителей титульных народов. Я думаю, что в большинстве это своем у нас есть чему поучиться. Есть и в Карелии интересные проекты, говорили участники встречи, которые достойны внимания участников съезда. Это весьма разнообразная издательская деятельность. В последние годы в Карелии было издано много учебников на национальных языках, учебной и познавательной литературы на финском, вебском и карельском языках. У нас успехи, они очень заметные. Благодаря программе, которая принята после принятия закона уже о государственной поддержке карельского, вебского и финского языков в Республике Карелия, конечно, у нас значительно расширилась издательская деятельность. Мы готовим уже второе поколение учебников для преподавания карельского и финского языков. Потом нужно еще сказать, что в самое последнее время очень активно у нас работают молодежные организации, которые получают гранты из Финляндии и привлекают не только весь северо-запад, но и весь финно-угорский мир в свои проекты.